Блокчейн, как децентрализованная технология, дает возможность существовать новому типу компаний, у которых нет классической прибыли. Вообще нет. То есть если мы все привыкли, я в том числе, большинство предпринимателей, особенно в России, привыкли к тому, что вот карьер, вот песок, вот лопата, вот покупатель, вот 10 рублей прибыли, то в блокчейне можно иначе. Можно делать условно ассоциацию всех, у кого есть лопата, все копают и все зарабатывают. Товаров ежегодно производят, если не ошибаюсь, на 75 триллионов долларов. Соответственно денег, которые обслуживают этот ВВП, тоже плюс-минус там десятки триллионов долларов. Вот это потенциал рынка блокчейна. Он пока не восполнен. Там есть куда еще расти, это самое начало. Мужчина, разберитесь между собой, у нас все-таки у нас пузырь, не пузырь, у нас перегрето или чего? Или давайте арбитров пригласим, а то у нас заскучали. Я арбитр, да? Да, да, да. Ну рассудите. Я считаю, что ничего еще не перегрето. И начиная отвечать на вопрос про криптовалюты и про блокчейн, хочу сказать, что надо не забывать, что мы в самом начале развития всей этой индустрии, и это, по-моему, кто-то уже говорил, это как ранние доткомы, это 90-е годы, ну это ранние доткомы. Сейчас пока существует только уровень инфраструктуры фактически, транспортный уровень. Тот же биткоин, он задумывался как peer-to-peer система платежей, но сейчас такую функцию не исполняет, потому что слишком медленно, какое-то время назад были транзакции очень дорогие и так далее. Но разработки идут, разрабатываются сайдчейны. Для блокчейна это Lightning, может быть, кто-то знает, система таких быстрых платежей на Ethereum, Raiden и так далее. То есть будут разрабатываться новые проекты уже более высокоуровневого, не транспортного, а уже на уровне аппликейшенов, которые эту систему могут поменять в корне. И, к примеру, Lightning будет позволять транзакции делать молниеносно с минимальными фи, минимальными комиссиями. И это вполне возможно даст вторую жизнь блокчейну, конкретно биткоина. Или для Ethereum это ускорит проведение платежей там просто в разы. Вот, десятки раз. И я думаю, что вот именно с приходом таких новых шагов в нашей индустрии она будет меняться очень существенно. И мы даже не в состоянии сейчас спрогнозировать, насколько она может вырасти. Потому что этот потенциал… Сильно, сильно вырастет. Я думаю, что там будут тысячи иксов роста всего этого дела. Я сейчас не про стоимость биткоина, не пугайтесь. Я могу даже быстро пояснить на простом примере. Вот подумайте, сколько выдается кредитов США. То есть условно там кредит, выданный на 100 долларов. Смотрели игру на понижение? Кино такое прекрасное. А там есть деривативы. То есть выдается кредит, на него выпускается облигация, какая-нибудь более сложная структурная нота и так далее. Так вот, рынок вот этот финансовых деривативов в 10-100 раз больше, чем рынок реальных базовых активов. Вот блокчейн в самом начале. Не надо смотреть на это как на реальную экономику. Не надо смотреть на это как на отдельно взятую, пытаться искать прибыль, добавленную стоимость. То есть это производное от чего-то. Причем это что-то, базовый актив, по моему личному убеждению, не может быть в реальном секторе. А можно узнать, ребята, как вы сравниваете блокчейн с реальным рынком, а потом говорите, что не нужно не восмотреть на реальный рынок. Это вот парадокс такой у вас в словах просто, вот у двоих. Мне хочется понять. Но я лично не говорил такой фразы. Сказал про то, что это нереальный сектор. Не надо, но надо. Я лишь говорю о том, что это очень ранняя стадия развития этого рынка. Ну смотрите, дело в том, что это далеко не ранняя стадия, потому что если мы посмотрим на технологическое развитие, начиная с радио, потом телевизор, продолжая к интернету и блокчейну, то мы берем немножко разные стадии эволюции человека. Да нет, понятно, что скорость адопшена, она вкратно сейчас выше. Естественно, что блокчейн развивается семимильными шагами. Давайте, мы сейчас зароемся, да, вот конкретно в эту, в этот аспект у нас. Давайте добавим огня из зала, у нас вопрос тут, да. Здравствуйте. Я занимаюсь раскруткой проектов ICO, ну, то есть практически мошенничество. Да честно! Адрес битка, вот там, действительно, на экране сейчас. Такие проекты, как VRCoin, PlayKey и несколько еще одних сейчас у нас. А у вас вопрос или реклама? Путин Коин, да, кстати, очень отличный тип. Вы его раскручиваете, Никита? Очень простой у меня, да? Никита, вы раскручиваете Путин Коин? Путин Коин, ну, дампинг. Хотел вам сказать спасибо, потому что круто. Немножко дампинг потихонечку, готовимся. Я бы на вашем месте пампил, а не дампинг. В 17 марта просто, да. Готовимся. Значит, что я хотел спросить? Самари, да, вот. Ко мне приходит клиент, описывает свою некую бизнес-модель, показывает white paper, показывает свою команду. Там обязательно будет какой-нибудь 15-летний школьник, программист обычно. Вот перед нами успешные люди. Самари, да? Сделали РБК, сделали некий там венчурный фонд под их управлением, что-то порядка 75 миллионов долларов. Сделали 300% за 6 лет. Это важно. Сейчас они говорят нам. Ребята, привет, хай, хай. Я вчера ехал в бизнес-классе, мне тут стюардесса сказала. И у меня возникла мысль. А почему бы не собрать еще 60 миллионов долларов с лохов и сделать криптфонд? Я имел несчастье просто инвестировать в The Token Fund, в Satoshi фонд, который взломали и увидели 7 миллионов долларов. Сатoshi фонд, несчастье, почему было? Деньги же вернули. The Token Fund, ну, деньги вернули, но обещали… X10 тысяч, деньги вернули, но несчастье. Обещали 3200% в год. Было больше. Вопрос такой, да? Значит, эти ребята хотят сделать… Они сами понимают, что это 90-е годы. Только что была вот эта фраза о том, что сейчас мы в 90-е годах в самом начале. При этом они хотят с помощью ICO, с помощью краудфандинга в марте 2018 года собрать 15 миллионов долларов. Никита, а ты не журналист случайно, нет? Нет, я просто очень внимательно слушаю всегда очлик летов. А тут правильно выдергиваешь фразы. Я очень четко. Эти ребята с Каймановых островов, к нам как бы приехали, в бизнес-классе прилетели к нам и хотят, значит, собрать 60 миллионов долларов. И почему-то им кажется, что они для нас, для будущих потенциальных инвесторов, будут зарабатывать 30% годовых. Каким образом? Инвестируя… Красиво набросил вопрос в чем. Вопрос такой. Инвестируя в некие якобы инфраструктурные проекты, потому что биткоин падает, мы все не хотим получать зарплату в биткоинах, куча проблем, леджер, лайтнинг, во что вы будете инвестировать? Я отказываюсь 7 клиентам из 10, потому что это скам-проекты. Все ICO, 76% по данным CoinDesk, это абсолютный скам. Во что вы хотите инвестировать? Данные завышены. Или, может быть, вы хотите инвестировать в Tether, или в Ripple, который сегодня 90 центов, а завтра он 1,5 доллара, а завтра он 80 центов, а завтра он снова 60 центов. Так во что мы, потенциальные инвесторы, будем инвестировать? И зачем? Спасибо. Спасибо тебе. Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Никита. Вопрос, на самом деле, правда, очень злободневный. Извините, я забыл сказать, ключ от Porsche Cayenne кто-то забыл там. Вон они. Давайте возьмем. Вот. Ваша нет. Ну ты теперь понимаешь, серьезная тусовка, да? Ну кто-то забыл, оставил. Еще кто-то ездит на Cayenne, господи. Кошмар. Продай на карпрайсе. За 30 минут. Время пошло. За миллион прям здесь беру у тебя. Могу кредит выдать? Не, не надо, спасибо. На кармане. Битком, да? Рублями. Побежнал. Все-таки давай. Да я надо токенизировать. Вот на тусовках с Сан-Франциско обычно ключи от Теслы всегда можно найти. Но в каждой стране свои особенности. На самом деле интересно и мнение коллег, потому что наверняка все инвестируют как минимум свои деньги. Интересно, кто во что. Ну, без самого секрета, но просто интерес поделиться. Но вопрос очень правомощный. Он правда очень правомощный. И давайте начнем с самого размера фонда. Именно потому, что мы очень тщательно всегда относились и относимся к отбору проектов. Мы поднимаем фонд 60 миллионов, который по нашему прошлому опыту, текущий фонд на 75 миллионов. Мы понимаем, что можно в текущей ситуации разместить. Если бы мы вышли и подняли там 850 миллионов, как некоторые ICO, скорее всего, мы сами бы не понимали, что с ними делать. Потому что разместить такое количество денег венчурных на рынке блокчейна в ближайшие года два, может быть даже три, скорее всего, будет очень трудно. Ответ очень простой. Мы в первую очередь смотрим на технологическую базу. Нам интересны реальные юзкейсы, технологии, которые действительно уникальны и отличаются от существующих. Команда, рынок, понимание этого рынка и желательно уже ранние продажи, некий тракшн. Шейпшифт сейчас на Западе один из самых активных площадок по токенизации активов. То есть очень активная, полностью лицензированная швейцарская криптобиржа для B2B. Они практически не работают с частниками, но они помогают большому бизнесу токенизировать активы. И таких примеров много, как в моем портфеле лично, так и в нашем совместном портфеле ТМТ. И так далее. Поэтому технология, технология, еще раз технология. Это долина или что в основном? Да. Я просто не могу ответить на действительно любопытный и хоть немножко провокационный вопрос, потому что я не представитель фонда, я представитель человека, который как раз венчурные деньги поднимал и вкладывал тоже. Я как ангельский инвестор вкладывал. И я могу на самом деле очень честно ответить на вопрос. Для меня хорошие блокчейн-проекты, у которых нет ICO вообще, у которых есть токеномика, но нету ICO. Потому что я как человек, как предприниматель, ножками обходил юристов. Не в обиду будет сказано. Я убить готов юристов, которые мне говорят, все нельзя. Вообще все нельзя. И любой проект с 15-25-летним школьником или студентом, который идет на ICO, 100% скан, потому что можно сажать всех. Поэтому я инвестирую в проекты без паблик-сейла вообще или хотя бы с потенциалом обойти без паблик-сейла и с хорошей токеномикой. Для меня идеальный трекшн, мы не далее, как здесь коллегами обсуждали, у меня такое мнение сформировалось не сразу. Я шел к этому представлению. На сегодняшний день я, честно, онлайн делюсь с вами мыслями. И сегодня для меня идеальный проект это проект, который в трекшн выглядит так. Приватные продажи токенов по сафту, как у Дурова. Вот хороший образец. Приватные продажи токенов, продукт, а потом продажа внутри продукта уже токенов, которые работают внутри этой экономики. Айсио, нет, легально, Дурова, это пирамида или это создание новых технологий? Я считаю... Новые технологии и пирамида. Просто создание новых технологий. Я как человек, который там очень давно читал их... Версия пирамида технологий. На самом деле по техническому пейперу там, правда, пирамидальная ярусная структура, 2 в 98 степени блокчейн. Я знаю, здесь половину людей, которые сидят, смотрят на инвестирование. Технически. Из 81-го 80 человек, которые инвестировали в Телеграм, походу, да, я смотрю. В общем, по поводу Дурова. То, что написано в техническом пейпере, само по себе, если будет реализовано, это огромнейший прорыв для всего блокчейна. Это супермасштабируемая, скалируемая штука. Я опрашиваю разных технических специалистов мнение технарей международного уровня, победителей международных олимпиад по программированию. Следующее. Разброс по срокам реализации от 2 до 5 лет. Быстрее я ни у кого не слышал. Даже звездная команда Телеграма, она, ну как бы, напряжется это делать. Ну прям про реализацию блокчейна их. Можно просто... Дайте, да, Виталию высказать, а то он скоро заснет. Про ядро или про что? Или ты конкретно про Тон сейчас говоришь? Про Тон. А, окей. Про Тон. Смотри, Женя, почему... Есть еще страшный рейс, про который почему-то забывают все. Скажите, пожалуйста, что Дуров-то продает? Он продает свою там 200-миллионную аудиторию. А аудитория что, его? Я страшную вещь скажу. Аудитория не его. Аудитория двух компаний. Google в лице Google Play и Apple в лице Apple Store. Как только мальчик, Паша, выводит что-то, что начинает обходить платежные системы и платежные комиссии и Google и Apple, я бы на их месте, не сговариваясь, нахрен удалил его из Apple Store и Google Play. Давайте мы, Паша, куларно перетрем. А какой вопрос? Я просто риск обозначил. Павел. Павел, все. Павел, Павел, Дуров, Виталий, включайтесь к нам и поговорите с нами немножко. Привет. Меня не знаю, насколько вопрос к тебе. В целом, вопрос на самом деле ко всем. И так или иначе, вот ты уже сказал о том, что действительно сажать-то можно всех. Да, у нас уже есть примеры, когда приходили к отдельным товарищам прокуратуры и говорили, а что это у вас тут? А тут, да это, в общем-то, 159-я, четвертая часть, все. Ну, классифицировать можно по-разному. А вообще не страшно всей этой истории сейчас в России вот в этом, в отсутствии регуляторного поля вообще работать-то? Ко мне вопрос, простите. В том числе к тебе. Давай ты начнешь. Женя вот любит отвечать на вопрос. Не-не-не, уже не очень активный. Я понимаю, ему сейчас дай микрофон, остальные могут пойти бухать дальше, да. Ну, гражданин начальник, я на эту позицию смотрю следующим образом. Мы решили... Опаса. Это первое образование сказывается. Мы решили следующим образом. Мы все сделали в офшоре просто. Причем офшор не имеется в виду как какая-то юрисдикция для сомнительных операций, а просто за пределами российской юрисдикции. И даже те рынки, на которые мы выходим, мы их не странными называем, а юрисдикцией. Поскольку мы волл-стрит-френдли очень, мы комплайенты с Америкой, комплайенты со Швейцарией, комплайенты со всеми остальными юрисдикциями, где мы выходим. То есть это и Гонконг, и Шанхай, это и континентальное право, соответственно, это и common law английское. То есть мы следим очень четко. Знаете, у нас очень сильно юридическая команда, плюс у меня бэкграунд десятилетний в IT и в юриспруденции, в том числе я вот и деривативами занимался довольно много летом. Это вообще отдельная тема, отдельные пьянки. Почему рынок деривативов? Ты помнишь Subprime как бы очень хорошо, почему, что умерла и сейчас очень много токенов, они на самом деле сами не зная того производят синтетику. То есть TrueSale как такового нет, Underline Asset отсутствует. Я надеюсь, что они это понимают. Нет, они не понимают, они поймут, когда их начнут сажать. Вот сейчас секс начинает гаечки завинчивать, люди начинают напрягаться. Причем начинают напрягаться люди, которые умеют бояться, которые знают, что такое SSE, которые знают, что ARS докопается до всего, а люди, которые даже не знают, о чем я сейчас говорю, они думают, сейчас мы слетаем в Шанхай, сейчас мы десяточку соберем, а там как не будет. И больше будем никуда летать, кроме как в Крым и в Сочи не будем. Нет, ну ничего плохого в Крыме и Сочи нет. У нас основатель из Крыма, если что. Здесь представители Крыма в зале присутствуют, поэтому что, нормально? Слава России. Подождите, шутки в сторону. Мы говорим о серьезных вещах. Мы говорим о последствиях долгоиграющих. То есть сейчас оставаться в России с деньгами, это тоже можно остаться с порезанным лицом. Соответственно, нужно себе площадку для самых разных исходов. Причем в России одни риски, на Западе другие риски, там на Востоке третий риск. Ну, простите за капитан очевидность. Ты предлагаешь раскладывать по разным корзинкам яйца или чего? Или уходить в одну и работать чёрно? Пару паспортов иметь для начала. Это всегда понятно. Сейчас до 30 марта Сент-Китс и Невитс стоят 150 тысяч долларов всего. Там скидка из-за урагана. Это включает одного dependent person, а ещё один человек всего 5 тысяч долларов. Скидка сейчас 100 тысяч долларов. Не поздно сделать. У Дурова, Сент-Китс и Невитс. Могу дать телефон адвоката. Они, правда, чёрные, но очень приятные. Паша, если ты позволишь, маленький комментарий к тому, что ты говоришь. Вот есть один вопрос. Я понимаю, что... Всё-таки мы до Головщина мы скатились. Нет, просто Юлиан сейчас будет со мной несогласен, и Павел несогласен, и, наверное, все со мной несогласны будут здесь, но... А хуй с Павелом. Такой... Ну да, это правильно сказано. Да, безусловно. Я просто не Павел, но продолжай. А, ну окей. Ну неважно, но Павел точно будет несогласен. Смотри, есть одна как бы штука, я не могу понять, почему вот все зациклены настолько на юрисдикции без обид, но если кто-то читал с 80-х всю тусовку, которая в итоге привела к созданию white paper биткоина и к созданию как бы криптопанков, то вся эта тусовка была создана против современного мира, который как бы твердит нам, как действовать. Почему-то, почему-то сейчас как бы вся эта тусовка пытается действовать согласно законам текущим современного юридического мира. Я понимаю, почему, потому что все боятся, и никто не хочет сесть там, и никто не хочет отвечать своей репутацией за то, что они делают. Но, безусловно, все это изначально было создано как раз таки, чтобы показать, что есть другая сторона, показать, что есть децентрализация, которая может противодействовать всей этой тусовке и говорить, что вот эта вот масса, которая называется народ или как ты там ее не называешь, мы сейчас не будем уходить Маркса и Энгельса, она может противодействовать. Я, честно говоря, давно потерял мысль, о чем вы говорите. Мысль простая, мысль простая, называется криптоанархизм. Очень правильно сказано. И суть в том, что пытаться говорить, что криптотусовку нужно засунуть в рамки юрисдикции, это совершенно как бы, ну вот, против всей идеологии самой тусовки криптоанархизма. Я скажу одну маленькую отразляющую вещь. У него одного криптоанархиста нету авианосца. А у Сека они есть. Совершенно верно. И чем чаще мы будем поговорить о таком подходе, тем быстрее начнут зачищать. Все-таки давайте разделим здесь крипту и реальный мир. Все-таки в реальном мире сейчас доминирует фиат. И если мы хотим жить в реальном мире и пойти купить хлеба, мы все-таки... А почему мы хотим жить в реальном мире? Не перебивайте меня. Поэтому все зависит от того, насколько люди настраивали свой бизнес. Если они настроили бизнес для приобретения и для расходов в крипте... Ну, вы же знаете, это золотое правило, что расходы нужно нести в доходах. Ну, в той валюте, в которой у вас доходы. Как бы, ну, окей, они могут в известной мере себя изолировать и являться анархистами. Если же люди настроены на интеграцию с современным обществом, социумом, то так или иначе они должны следовать тем правилам, которые сейчас в этом социуме установлены. Это и правоорегулирование от гражданского права до любого другого административного и не будем упоминать прочее. Интеграция со современными платежными системами, финансовыми институтами мы выбрали именно этот путь. То есть мы изначально комплайн со всеми теми юрисдикциями, которые нам интересны. Это прежде всего Азии и прежде всего США. В России тоже мы соблюдаем все законодательство, мы вложили достаточно большие ресурсы в это, как финансовые, так и интеллектуальные, так и временные, для того, чтобы соблюсти вот тот паритет, который позволит нам оставаться в крупной игре, потому что у нас уже сейчас капитализация достаточно большая, и мы стремимся ее многократно умножить. При этом мы разделяем идеалы криптосообщества, как то децентрализация, как то либерализация капитала, так и либерализация доступа к капиталу. Как ни странно, это совершенно разные значения. И мы одновременно следуем правилам игры. То есть наша задача здесь не дисрапт. Вот очень многие любят там техкранч дисрапт, очень многие спрашивают, а как ваша технология там порвет рынок? Наши технологии не собираются рвать рынок. Они в нем тихонечко растянут. Ну нет, у нас история другая. То есть мы как бы строимся в текущую рыночную и финансовую парадигму и, скажем, наращиваем этот потенциал за счет тех технологий, которые нам доступны, и скорость интеграции. Например, там плазму мы сделали за пару месяцев. Вот говорили сейчас о недоступности. Да, мы написали плазму. Все другие разработчики, кто вы это? Ну, вот Bitfury создал плазму. Нет, мы с Bitfury друзья, мы к ним отношения не имеем никакого. Это я Bitfury. Да, вот Bitfury. Интересно. И он тоже не Павел. Интересно. Я Дмитрий, да. И мы участвовали в написании Lightning. Шаус. И что там за мысль у меня была? Я забыл уже. А, да, 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 да. То есть, например, сейчас была речь о том, что там как бы крипту плохо принимать из-за волатильности. Есть же CFD, Contract for Difference. Это мы, блин, инструменту, я не знаю, сколько лет. Он старше меня, наверное. Мы тоже это реализовали на прототипе. То есть, мы за счет нашей экспертизы в финансах, классического образования, того, которое мы получили в Европе и в США и в России, естественно, мы учились, за счет нашей экспертизы, которую мы получили за границей, которую мы получили в России, и за счет нашей экспертизы в крипто, скажем так, технологиях, криптомире, и в том числе в какой-то мере криптоидеологии и криптоанархизме, потому что некоторые из их ценностей мы разделяем. Далеко не все, но часть из них, безусловно, коррелирует с нашим миропониманием. Мы как раз видим те слабые места, которые можем усилить точечно за счет своего участия, не будем лукавить, и видим те места, которые, собственно, и так прекрасно существуют, или те места, которые просто так или иначе находятся не в гармонии с нами. Например, тотальный анархизм это не то, что нам интересно совершенно. Мы как раз за крупных клиентов, мы за B2B, мы за Capital One, Bank of America, мы за Мэри Линч и прочих таких вот персонажей. Золотые слова, потому что у нас анархистов много, а вот про Кропоткина Денег просто нет. Про Кропоткина, да, мало вспоминают, мало кто помнит, Метр Алексеевич, я по нему очень много писал. Он когда к Владимиру Личу уже потом ходил и говорил, ну как же можно так тысячами расстреливать, нельзя же, а Владимир Лич ему улыбался, как бы говорил, можно, можно, давайте до расстрелов не доводить, давайте, ну действительно работать в тех правилах, которые... Я все-таки хочу... Но Петр Алексеевич был все-таки такой классический интеллигент, а Владимир Лич был, ну... Не очень интеллигент. Ну тоже, тоже все-таки интеллигент, согласитесь, но зачищать начал достаточно жестко, уверенность. Мы стараемся держаться подальше от политики. Вот, вот, вот. Петр Алексеевич Кропоткин совершенно отдельная история, история русского анархизма, так же, как и Папуня. Из пучин истории перейдем к сегодняшнему дню, у нас день рождения. Как фонд-то будет работать, опять же, вот в условиях этой правовой определенности? Я уверен, что криптофонды точно против правового нигилизма. Поверьте. Я человек, который отказался от применения блокчейн-технологий в медицине. Простой пример. Вы знаете, например, что если вы, как граждане России, выложите в блокчейн, нестираемую, в децентрализованную сетку, персональную информацию третьих лиц или медицинскую информацию, вас можно всажать в любой момент времени в будущем. Информацию хрен удалите и законы забвения ни одной страны мира не выполните. Не надо блокчейн совать, где не надо. Совершенно верно. Все-таки, как вы работаете будете? Друзья, давайте, дайте сказать, мне просто интересно, как фонд, вот я бы, у меня есть деньги, я хочу инвестировать, да? Сначала я хочу сделать заявление, что мы против блокчейн-терроризма, против правового нигилизма, за существующий строй и за высокую доходность. Ура! А, еще мы против харассмента и за равноправие. И расизма. А, и расизма. А, вот у нас есть коллеги, которые за харассмент. Плюс два. Это понятно, за харассму и за анихилизм, понятно. Еще за плюрализм мнений и не дискриминацию по принципу криптокошелька. То есть мы за все криптовалюты. Но мне на самом деле такие дискуссии очень хороши, потому что они показывают, что на самом деле вот это вот изменение пластов вот в обществе, в сознании, оно уже пошло. И естественно, что любой такой процесс на самом деле он все равно происходит. С одной стороны, он правильно, как сказал Дмитрий, он немножко раздвигает границы законодательства, экономической реальности, отношений между людьми и так далее. А с другой стороны, все равно, кроме вот революционных каких-то процессов, которых все меньше и меньше сегодня, все остается в рамках существующей экономической модели, законодательства и так далее. Поэтому что же мы будем делать? Юлик, 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 Юлик. Уже мы видим, что страны меняют свое отношение. И несмотря на много негативной риторики, сегодня вот новость прошла, что Германия признала биткоин официальным платежным средством. Безусловно, но никто же не отменил. Я облагаю его налогом, да. Совершенно верно, но при этом Германия не отменила, допустим, свое законодательство по KYC, по антиотмывочной законодательству. Конечно, конечно, это нормально. Это ваш выбор, понимаете, следовать ли тренд, который существует, или создавать свой тренд. Когда вы говорите о том, что, извините меня, криптоанархизм приведет к чему-то плохому. О чем вообще речь? Это выбор думать о том, что криптоанархизм или, я не знаю, криптоанихилизм, анихилизм, неважно, как вы это будете называть, это что-то плохое, что придет к чему-то плохому. Речь не о том, чтобы противодействовать существующим структурам, речь о том, чтобы создавать свою структуру, которая может взаимодействовать с текущим режимом или с текущей экономикой. Ровно этим все здесь и занимаются, как мне кажется. Нет, судя по словам, некоторые люди занимаются тем, что они пытаются взаимодействовать и подтыкать текущей экономической структуре, которая существует. И на этом заработать деньги. И это как раз-таки не построение, а про структуры. Больная мозоль, да, все-таки начали наступать, прервали, да. Совсем нигилистические инструменты, наверное, мы инвестировать не будем, потому что нигилизм продается плохо. Непонятно, где покупать, где продавать. Тем не менее, как работает наш фонд, ну, если все очень сильно упростить, так как все-таки пятница вечер и скоро мы перейдем к части неофициальной. Субботе. Да, мы скоро перейдем к субботе, как обычно такие мероприятия и проходят. На самом деле мы инвестируем комбинацию в акционерный капитал компаний и берем опцион на токены. А в некоторых случаях токенов нет, как совершенно правильно сказал Эдуард. Многим технологическим компаниям нужна токена экономика, нужен токен наоборот, совершенно не нужна ICO. Возможно, в них не будет даже котируемых токенов. Тем не менее, мы стараемся совмещать долгосрочный горизонт инвестиций в акционерный капитал с более высокой ликвидностью и доходностью инвестиций в токены. Коллеги передаю борозды правления Кириллу. Уже тут, знаете, какие тут борозды. Давно вырвали и сами эти кони несут. Давайте я предлагаю переходить к вопросам из зала. У нас тут уже не лес рук, но вопросы есть. Уже полчаса человек не имется. Спасибо. Не, просто на самом деле я, наверное, многим проектам уже доставил достаточно большое количество головной боли. Я, наверное, представлюсь. Меня зовут Георгий Лагода. Я генеральный директор компании Seconsult. Мы, собственно, чем занимаемся? Мы взламываем ваши проекты, находим уязвимости, потом воюем с вашими разработчиками, системными администраторами, помогаем это все исправлять. Я, собственно, хотел прокомментировать на примере реального кейса. На самом деле, Эдуард очень прав, что нельзя нарушать 152 ФЗ, и надо понимать вообще, с каким рынком работаете. А на примере реального кейса все забывают о том, что блокчейн – это не сферический кон вакууме, это обычная технология, а вместе с ним забывают вообще про все остальные базы данных и про все, что используют в проектах. И на примере реального проекта, когда у меня клиенты размещали персональные данные не в блокчейне, они размещали это в реальной базе данных, и была утечка персональных данных из этой же базы данных, потому что они думали, что так как у них блокчейн, значит, у них все безопасно. Ну, соответственно, окей, а в веб-приложении, неважно это биржа или что-то еще, Мы храним паспорта данных всех, кто вообще в них инвестирует, это по всему миру, включая граждан территории Российской Федерации. Это, к слову, о выборе юрисдикции. Это нельзя быть просто юридическим анархистом в этом плане, потому что если мы, допустим, те же персональные данные обрабатываем, и мы хотим, чтобы Россия у нас была, соответственно, надо учитывать, что мы должны все эти данные планировать в СОД в России, что они не должны утекать, что мы должны аттестовывать системы, что нельзя нарушить 152 ФЗ, потому что это закрытие бизнеса по звонку минимум, а максимум это уже юридическая ответственность. Поэтому комментарий призван к тому, чтобы вы все-таки учитывали безопасность, как и юридическую безопасность, так и информационную, чтобы вы могли работать, вас не посадили и вы собирали дальше. И еще один маленький комментарий, например, в США за отмывание денег 25 лет дают. А, и, кстати, по поводу Дурова еще комментарий. Вот просто есть такой маленький хинтриг, потому что я понимаю, что все блокчейн-проекты не так или иначе захотят использовать мобильные приложения, ну, потому что это, блин, это крутой рынок, это крутая аудитория. И на тему оплаты в Apple и Google Pay, так как у меня просто есть еще компания, которая мобильными играми занимается разработкой, мы очень много эти моменты прорабатывали, я столкнулся с очень клевой фишкой компании Blizzard. У них есть еще свой Battle.net клиент, который, наверное, все знают, если все играли в Hearthstone. И вот, собственно, покупать встроенные покупки на iOS и покупать встроенные покупки у них на десктопном компьютере можно оплачивать с фиатными деньгами, просто обычной картой. И там это дешевле. То есть это говорит о том, что все равно можно не процесситься через Apple или через Google Pay, ты все равно сохранишь свою аудиторию. А, они это делают с десктопа. То есть внутри мобилки… То есть у них просто есть десктопный клиент. Да, это другое решение. Я про внутримобильные платежи, внутри встроенные. У Дурова у него есть очень клевая штука. У него есть Telegram десктоп на все версии. 5% Все равно. Потому что все используют на мобиле. Даже если это закроют, я больше чем уверен, что как минимум половина, она все равно будет использовать десктоп. Я согласен. Но там риски есть. Я просто риск обозначил. Пользоваться Apple Pay и Google, я не знаю, Google Market, Apple Play, когда может любой блокчейн создать свой, по сути, аналог Apple Store. Очень просто, потому что любой аналог Apple Store не имеет аудитории. Sorry, ребят. Хорошо, представь себе на секунду, на сегодняшний день Steam или Ethereum создает свой Play Market. Ну, аналог Play Market. Уже есть и Steam. Мы говорим о 500 тысяч пользователей, которые ежедневно собираются пользоваться этим маркетом. То есть почему, зачем нам идти к тому же Apple Store? Я понимаю, зачем. За баблом и аудиторией. Я прекрасно понимаю, зачем. Я прекрасно понимаю, зачем. Но вопрос, зачем, почему не создавать свой тренд? Еще раз. Просто экономически целесообразно. Ну, то есть есть два монополиста, да. Можно строить конкуренты им, но это дорого и долго. Блокчейн, как децентрализация, позволит аккумулировать ресурсы, да. Но я, как бизнесмен, пойду и туда, и туда. Окей. Ну, это definitely целесообразно, потому что проверяли и проводили анализы последние 8 лет. Мы как бы блокчейн живем с 2010 года, и это, да, целесообразно. Вопрос, что нецелесообразно как раз таки сегодня пытаться влить свои продукты в Apple Play. Потому что им это все равно, им наплевать на это. И вот это нецелесообразно. Просто аудитория Гугла – это там 2 миллиарда человек на Android или сколько смартфонов. Я точную цифру не знаю. И либо я получаю доступ к 2 миллиардам, либо я в 100 тысяче начинаю работать. Конечно, я буду как предприниматель. Ребят, ничего личного. Бизнес – это про бабло. А как предприниматель, конечно, я в руки охват хочу. Все. Очень честно. Вообще, рынок игр, привет. Рынок игр для крипты – это очень благодатная почта. Потому что геймеры знают, что такое внутриигровая валюта. Геймеры знают… Да, у них… Вот и поговорим. Ребята, у нас есть еще вопросы. Я боюсь, все не успеют. А у нас еще насыщенная вечерняя программа. Давайте. Большое спасибо. У меня не вопрос. А у меня, во-первых, огромное спасибо ТМТ-фонду за то, что он напрягается. Он входит в Россию. Вы не должны забывать тот маленький факт, что количество венчурных фондов, которые входит сейчас в Россию, небольшое. Я не помню, кто сказал одну маленькую вещь, очень важную, очень-очень важную, что количество рабочих мест, которые была создана блокчейн в России, не очень велико, но велико. И оно создало value-added рабочие места. То, что, ну, не знаю, другие вещи не создают. То есть, во-первых, давайте, пожалуйста, поаплодируем ТМТ-фонду, что он входит в Россию, так или иначе, какие у них там принципы, это другой вопрос. Они создают рабочие места, так далее. Это огромный плюс. И это действительно огромный плюс. И лично, Джулиан, я хочу сказать, вы знаете, вот когда, не помню, год или полтора назад я вот в Лос-Анджелесе жил, и мы с днем рождения. И в тот момент вы голосовали за две вещи. За Трампа и это Proposition 64. Proposition 64 легализовал марихуану в Калифорнии. И после этого биток полетел так. Вот, еще раз спасибо ТМТ-фонду, что они здесь. Спасибо Ольга, что она это все организует. И не забывайте, России, людям с российским паспортом сейчас очень и очень тяжело в мире. И после вчерашнего выступления легче нам не станет. И еще раз огромное спасибо. Спасибо большое, коллеги. На самом деле у нас есть очень приятный сюрприз, который показывает, что в мире блокчейна всегда есть место интересным сюрпризам и очень интересным коллаборациям. Сегодня у нас очень интересный гость. Это некий экспромт. Сколько из вас знает про блокчейн NEM? Один из крупнейших по капитализации и по мощностям блокчейна в мире. Сегодня мы имеем честь приветствовать вице-президента NEM. So, thank you so much for joining us here. Thank you. Because it has APIs. And software development kits. So, in other blockchains, you have to learn a new language like Solidity. Or maybe you have to build your own database in Hyperledger. But in NEM, you can work in your own language. Whatever that is. JavaScript, Java, C Sharp. So, I'm really excited to talk about our new version of NEM called Catapult. Now, if I could give a little history. If I could give a little history. NEM started in January 2014. So, more than four years ago. And it took 14 months to build the first version of NEM. After we released NEM in Japan, we got a lot of feedback from big corporations in Japan. Then we started making our next version of NEM. It's called Catapult. Catapult has been in development for 27 months. That's twice as long as it took to make the original version of NEM. Catapult will be an amazing blockchain. And it does a lot of functions and features that no other blockchain has been able to do before. So, I won't talk too much more. If someone had any questions that they wanted to ask, I would be happy to answer their questions. Thank you so much. He asked, what is the difference between Catapult and NEM? Catapult has been designed to be highly scalable and secure. And one of the big differences between Catapult is that it has a four-tier network. No other blockchain has ever done this before. This is new and revolutionary. The first tier is peer-to-peer transactions. That's a server. The second server is a MongoDB and API server. And if there's any developers in the house tonight, you would know how nice it is to have a MongoDB and API server for you to work on. The next layer is SDKs, lots of SDKs, because it's so much easier using an SDK. And then the fourth layer is light clients. And then NEM developers are enterprise-level developers that have been focusing on security and scalability for many years. And then we have a question. Hello, my name is Timo Fira. Look, I want to support the discussion on the topic of crypto-anarchism or non-crypto-anarchism. Let's all young people know, around which industry is developed. It is developed around Bitcoin blockchain, which now determines all the markets, all the tokens and so on. Главное его преимущество – это то, что он на самом деле является децентрализованным. И вот прошу господ здесь сидящих и дам, так скажем, включить в свой словарь новый термин – либертарианство. Я думаю, не все здесь его знают. Вот принципы либертарианства, а не крипто-анarchism, они легли в основу там white paper и биткоина. И там анонимный Сатоши Накамото, которого нельзя поймать, посадить в тюрьму, сказать, что он заболел и сманипулировать ценой, позволяет нам всем создавать, так скажем, уже пузыри в пузыре в пузыре, раздувать эту тему. И именно это так не нравится огромным банкирам, советникам Ворона Баффета под 96 лет, которые понимают, что нет совета директоров, никого нельзя надавить. И именно это является индустрией, криптоиндустрией 21 века. То, что делает NEM, BitShares, EOS и так далее, это они масштабируют тему децентрализации до создания протоколов и потенциально перевода на блокчейн, то есть на полностью децентрализованную систему, не симуляцию, когда на двух серверах у банка Сбер есть свой собственный маленький такой централизованный блокчейн, это смешно все, а именно децентрализованный, то есть никогда никто, ни одна власть, ни ракеты, ни авианосцы, ни американские, ни регуляторы Китая не могут сейчас закрыть блокчейн Биткоина, поэтому это деньги, которые имеют вес. Спасибо за понимание. И на самом деле, давайте честно тоже скажем, мы находимся в легком антагонизме системы. И Джулиан, мы тоже с ним встречались, как бы в Калифорнии, все пытаются на самом деле отгородиться и объяснить всех и другим регуляторам, что ребята, давайте увидим перспективы новой технологии, давайте смотреть в будущее, а не в прошлое. И если люди готовы инвестировать в такие инструменты, как криптовалют, давайте им дадим эту возможность. И это стирает границы между стран, и вообще юрисдикции вообще не нужны. Сейчас в любой стране можно биткоин обменять на фиат, на другие инструменты без сброса у кого-то. Это и не нравится банковской системе. Так что есть эта история, да, мы можем мерзиться, мы можем развиваться, но изначально это децентрализация. Теперь, Jeff, I can switch to English, so I'm really impressed with NEM. Я у меня вопрос, да? Так, децентрализация системы на NEM и 4-левый блокчейн это прекрасно, это прекрасно. Я просто хочу выяснить, что это отличается или нет, что с ИОС. Лаример, you know, he's building, like, decentralized software, so you can build decentralized computer system that can do anything. So what's better in NEM, what's worse in NEM, do you believe in NEM? Because actually you're on the position very close, 9, 10, in coin market cap, EOS and NEM. And I love you both, but what is the fight between you? Is there any? Thank you very much. So I know some of the people at the top of EOS, and I like them. I've met Brock Pierce before, and I think he has a good vision for helping to help the world through cryptocurrency. And EOS has a ton of money. That is a really good thing for EOS. And they have so much money that I'm confident that they're going to be able to build a good product. The main difference I would say, though, right now, between NEM and EOS, is that NEM actually works. And, yeah. That's great. That EOS right now is actually an ERC-20. It's a testnet. Yeah. Testnet, yeah. They have it. In the future, let's say one year, half year. And what's the difference in the system? Well, what I can say is that it's incredibly easy to talk about building a blockchain, and incredibly difficult to actually make one. And I give full credit to EOS for actually making a testnet. That's a great thing. But the first testnet of NEM got thrown away. It was built, and the developers decided it wasn't very good. They completely threw it away and then wrote NEM again from scratch. And then that launched. And then that even wasn't good enough, so they threw that away. And they've been working for 27 months to build an even newer version of NEM. So what I can say is that I'm very excited about EOS. They have unlimited funds to build a good project. But with any blockchain, whether it be EOS or any other project, I want to see it go live before I can actually say for a fact how good it is. Thank you. And until then, and I think there's some very good members of the team, and they will make a good project. But the version, the simple answer right now is that NEM works. And EOS is still test. Okay. Thank you. Thank you so much. — Господа, есть еще вопросы? Или мы бы тут уже начали просто жонглировать красным и белым? Это ни к чему хорошему, понятное дело, не приведет. Но у нас обширная программа впереди. Или будем заканчивать? Я, наверное, попрошу, Гуляна, что, резюмировать? — Да. — Вообще, конклюзион. Интересное мероприятие у нас вроде крипта, вроде про бабло и технологии, а у нас только Рапоткин, тут Дени Дедро тут уже пошел. — Я, можно, помогу Джулиану чуть-чуть? — Да, пожалуйста, маленькая. — А, Маргарита. Ты готова? — Все-таки есть, да? — Да. — Темные силы электричества. — И темные силы электричества могут включаться, выключаться. То есть светлые силы выключаются, темные включаются. Давайте посмотрим прекрасную презентацию TMT фонда, TMT крипта, который нас всех сегодня собрал. Джулиан, большое спасибо. — Спасибо всем, кто пришел. А самое главное, спасибо замечательным организаторам этого вечера. Спасибо большое Ольге. Спасибо Маргарите. — И потрясающе. — Еще бы фонарик погасить, ну да ладно, видно, в принципе. 6,5 лет работы предыдущего фонда, дамы и господа, более 20 лет в IT-бизнесе всех наших партнеров. 6,5 лет работы предыдущего фонда, дамы и господа предыдущего фонда, дамы и господа предыдущего фонда.